Стратегическое соглашение по разработке блока месторождения Азари-Чараги-Нашли в азербайджанском секторе Каспийского моря было заключено ровно три десятилетия назад. Контракт Века предусматривал вывод азербайджанской нефти на мировые рынки. Но подписанный 20 сентября 1994 года документ сыграл и важную роль в экономическом развитии страны. Была определена нефтяная стратегия Азербайджана, которая послужила привлечению иностранных инвесторов в страну. Диверсификации маршрутов транспортировки углеводородов, а также эффективному управлению нефтяными доходами страны. Мы начинаем большое сотрудничество, и я не сомневаюсь, что оно будет успешным. Независимая Азербайджанская республика займёт достойное место в мировом сообществе, в мировом экономическом сообществе, как хозяин своей судьбы и богатства. Благодаря успешной реализации контракта ВЕКО, вскоре Азербайджан приступил к работе и над другими стратегическими проектами. Основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Освоение крупнейшего газового месторождения Шарданиц. Южный газовый коридор. Железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс. Экспортные коридоры зелёной энергии. И многие другие проекты. Свидетельство растущего в мире доверия к Азербайджану, зародившегося благодаря успешному исполнению контракта ВЕКО. Такие международные контракты, они всегда идут на пользу любой стране. Понятно, что жизнь иногда вносит свои коррективы, они не всегда так выполняются, как хотелось бы. Но тем не менее, то, что он продлевает, это свидетельствует о том, что есть интерес к этому. И в этом плане я чудесно понимаю, какая жемчужина, что из себя представляют шельфы Каспийские именно в Азербайджане. И какая это жемчужина, это ваше национальное богатство, которое должно работать на благо вашей страны и жителей вашей страны. В историческом нефтяном соглашении были представлены 13 компаний из 8 стран, в том числе Амака, Бипи, Макдермык, Сокар, Лукоис, Статойл, Эксон, Тойкиш, Петролиум и другие. Только в нефтегазовой отрасли контракт ВЕКО открыл путь к заключению еще 26 соглашений с участием 41 нефтяной компании, представляющих 19 стран. Соглашение предусматривало создание производственных платформ на нефтяных месторождениях примерно в 100 километрах от Баку. На побережье Каспийского моря был построен Сангачайский терминал. Это давал толчок для развития нефтяного отрасли, строительства турбопроводов, естественно, я вспоминаю, Баку, Береси, Чехан, Баку, Береси, Каш, а также для укрепления международного энергетического сотрудничества. Но давайте подумаем, какое экономическое значение было именно в контракте ВЕКО. Благодаря этому контракту Азбатин смог стать важным игроком на мировом энергетическом рынке. Нефтяные доходы позволяют Азербайджану модернизировать свою инфраструктуру, развивать соответственно институциональную программу, улучшать уровень жизни населения и активно диверсифицировать экономику, подчеркивает эксперт. Эта тенденция особенно активна в последние годы. Контракт ВЕКО укрепил международный статус Азербайджана как надежного партнера в энергетической сфере, подытожил аналитик. То есть Азербайджан не только по политической арене, но и в энергетической сфере. Азербайджан получает статус надежного партнера. И соответственно Азербайджан укрепляет свои позиции как в геополитике и становится важным транзитным узлом для транспортировки энергоискуссов в Европу и другие части мира. Это сотрудничество с международными энергетическими гигантами, такими как Азербайджан тогда были ГУПИ, другие в Кетранас, другие в гиганты. Открыла дорогу для многих других успешных проектов. Инициировала дорогосрочные партнерства в энергетическом сфере. Таким образом, 30 лет спустя контракт ВЕКО по-прежнему остается символом экономического роста, политической стабильности и энергобезопасности Азербайджана. По данным оператора блока месторождения BP Азербайджан, с начала добычи на АЧГ в ноябре 1997 года и по состоянию на конец текущего года здесь произведено 4,4 млрд баррелей нефти. По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки поставлено свыше 4,3 млрд баррелей нефти. Только с терминала Джейхан с 2006 года отправлено 5,707 танкеров с нефтью, добытой на АЧГ. Сегодня Азербайджан – надежный партнер и поставщик сырья в западные страны. Республика является инициатором многих масштабных проектов в области возобновляемой энергии, транспорте, логистики, охране окружающей среды. А опыт, полученный страной за прошедшие годы, позволяет утверждать – все инициативы, реализуемые при участии Азербайджана, обречены на успех.